Вот приятная новость пришла, откуда не ждали, из Северной Македонии, далекой Северной Македонии, страны на Балканах. Лавров, Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Питании, просится, хочет в Северную Македонию. Потянула его душа в Северную Македонию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится под санкциями, попросил разрешение посетить министерскую встречу ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Скопье, в столице Северной Македонии. Значит, об этом в понедельник объявил глава Северомакедонского МИДа, Буяр Османи, потому что эта страна сейчас председатель ОБСЕ. По словам Османи, он получил письмо от Лаврова, который требовал обеспечить его присутствие в Скопье. В связи с этим требованием, сказал МИД Северной Македонии, есть несколько проблем. Значит, требовало, потому что, типа, как там, ну, потому что, типа, все обязаны присутствовать в встрече министров, и должны присутствовать все 57 министров иностранных дел стран ОБСЕ, откуда почему-то до сих пор Российскую Федерацию не выгнали. Так вот, несколько проблем в связи с этим, сказал глава МИД Северной Македонии. Вообще удивительно, прямо как Стефанчук, да, формулировал, у нас есть несколько проблем, чтобы провести выборы. Пять, говорит. Ну, нет, он говорит, задача проблем, сори. Отменяется про Стефанчука. В общем, МИД Северной Македонии сказал, что есть несколько проблем. Среди прочего, воздушное пространство Македонии и соседних государств закрыто для российских самолетов, потому что все они присоединились к санкциям Европейского Союза против России. Северная Македония не является членом Европейского Союза. И вот тут-то у меня и появилась идея. А что это зачем-то им, чтобы притащить, если они решили притащить Лаврова на публичную порку 57 странами ОБСЕ в Северную Македонию, то зачем самолет? Почему нужно воздушное пространство? А кто обещал Лаврову легкую жизнь? Почему это Лавров должен летать самолетами? Какого черта? Я вам скажу, я только что, как вы знаете, ехал на автобусе, как все люди, в Кишинев из Киева на автобусе. Почему? Потому что россияне бесконечно обстреливают нашу страну, и у нас не летает ни один самолет над Украиной. Все аэропорты закрыты уже год и восемь месяцев. Уже скоро год и девять. Никто никуда не летит. Какого черта Лаврова должен летать? Почему, если мы не летаем? Почему министр иностранных дел, странный агрессор должен летать? Пусть едет на автобусе из Москвы из Копья, а что за проблема-то? В автобусе вообще-то удобно. Да, ну как удобно? Вообще на бензоколонках туалеты есть, когда автобус останавливается. Там можно купить чипсы и по-быстрому их съесть, если не отстанешь от автобуса. У нас один отстал, потом на такси догонял. Там совсем мало и редко кричат, дети мяукают коты. Совсем почти не пахнет жареной капустой в автобусе. Да, сиденья редко отваливаются. А почему Лаврову не поехать? Там рядом. Я посмотрел, я ему карту даже нарисовал. Можете на заставке посмотреть. Там это самое. Карта простая. На машине, короче, 30 часов, значит на автобусе за 40 точно управится. Ну почему 40? Потому что автобусы едут медленнее и стоит много. Водителям нужно тоже в туалет сходить, они же там меняются, пересменки. Вот эти остановки на все в туалете возле канавы. Или там девочки налево, мальчики направо, если в лесу автобус останавливается. В чем проблема-то? На автобусе садишься, приезжаешь в Москве на автовокзал. Лавров же, наверное, до сих пор не знал, где в Москве автовокзал. Вот теперь узнает. Дальше до Смоленска, там вспоминаешь, как это Наполеон там разгромил россиян. Потом Ворша, Минск. Барановичи. Там место Лаврову. Но выходить рано, товарищ Лавров. В Барановичах по ошибке не выйдите. Я понимаю, что это ваша родина. Но не выходите. Потом Брест. Люблин Жешув. Жешув. Тот самый, который вы так грозили шведам. Помните, вы с Лукашенко угрожали, что в Жешув придет Чаваковагнер, потому что это наш центр снабжения украинской армии. Как наши там будут рады встретить Лаврову? Может, вам цветы принесут, передадут в окно автобуса, все-таки, если вы поедете. Дальше Кошица, Новый сад, Белград и уже Скопье. 40 часов и все. Экскурсия по бензоколонкам и туалетам. А как вы думали, начиная войну, что вам на самолетике будете летать в Скопье? Автобусом, автобусом малой скоростью. В большой малой скоростью, в большое эротическое путешествие, как говорили. Помните, русский иностранный министр идет на юг в Скопье. В большое эротическое путешествие. Называли это в моем детстве. Когда люди пытались интеллигентно сказать, иди, они говорили, отправляйся в большое эротическое путешествие. По-моему, я нарисовал отличную карту большого эротического путешествия для министра иностранных дел Лаврова. Значит... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok